Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канал 16, передача «Актуальные интервью» и в гостях у меня Анна Юрьевна Виноградова, помощник благочинного города Саро по социальному служению и руководитель волонтерского центра «Радость моя» Анна Юрьевна. Добрый день! Добрый день! Анна Юрьевна, хотелось бы поговорить с вами о, может быть, результатах работы волонтерского центра за лето и каких-то небольших, может быть, планах на осень-зиму, чем живет сейчас волонтерский центр, какие акции проводит. Ну вот я знаю одна, которая сейчас проходит, и я думаю, что нашим горожанам я предлагаю вам присоединиться к этой акции. Это с меру по листочку. Расскажите, как дела, как происходит сейчас? Ну, начнем, наверное, с того, как мы прожили это лето. Обычно летом у нас такая некая передышка в июне месяце, потом уже к концу июля мы начинаем заниматься акцией с меру по листочку и так вот потихонечку раскачиваемся. Но это лето у нас было необычным. То есть оно не завершилось в мае белым цветком и пасхальной акцией, а у нас начался такой особенный сбор, сбор на Донбасс. То есть мы собирали средства для того, чтобы они потом пошли на закупку помощи людям, которые находятся там, на той территории Донецкой республики, Луганской республики. Вот. И получилось так, что в июне волонтеры несколько раз выходили на сбор. Кроме того, в этот раз впервые эту акцию, такой вот, ну, сбор поддержали городские структуры, администрация города. И была распространена очень широко информация, и мы использовали механизм сбора средств по QR-коду. То есть по QR-коду практически сразу можно перейти на расчетный счет храма, при котором мы работаем, и туда перечислить сумму с пометкой, что это на Донбасс. Вот. То есть этот опыт, он впервые такой произошел, и наши горожане в сумме собрали больше полумиллиона, где-то порядка 530 примерно тысяч. Практически все эти средства перечислены в Нижегородскую епархию, и сейчас идет закупка. Закупка всего необходимого. То есть там из разных мест собираются потоки средств, и идет такая общая большая закупка, чтобы отправить колонну помощи. Вот. Это вот такой наш новый опыт. Еще в это лето у нас был такой тоже новый опыт. Вот. Мы вместе со студией «Особый подход» провели группу дневного пребывания для детей с особенностями развития. И там участвовали в работе этой группы, в этот раз участвовали наши волонтеры. Вот. И ходили туда детки из того списка подопечных семей, которые есть у нашего волонтерского центра. А чем занимались там дети? Это студия «Особый подход». Она специализируется на развитии детей с особенностями здоровья. Вот. И они занимались по своему обычному графику, но плюс туда присоединились как бы и мы. Мы предоставили свое помещение. Оно очень удобное. Это первый этаж нашего здания, плюс территория, участок, на котором дети могли гулять. Вот. Потому что раньше они находились в здании, где нет такой вот территории. А теперь они вот фактически как вот они приходили, занимались, гуляли. То есть очень хорошее. То есть что-то наподобие таких каникулярных сборов. Ну да. Это похоже на летний лагерь, но только короче по времени, без питания, потому что они там, детки, находятся три часа. Вот. Самый главный, наверное, праздник для нас, для православных людей, для нашей территории, Сарова, Дивеева, это августовские праздники, да, посвященные Серафиму Саровскому, да, 1 августа. Как волонтерский центр принимал участие вот в этих празднествах? Какую работу вы выполняли? У нас была сформирована группа волонтеров, которые поехали на Дивеевские торжества, зарегистрировались там, вступили в эту общую команду. Волонтеров было очень много. Вот. Именно православных волонтеров. Причем, что интересно, вот раньше, два года назад, до пандемии, в основном наши волонтеры в Саровске дежурили на кухне. Они заступали на вахту даже раньше, чем приезжал основной волонтерский отряд с Нижнего Новгорода. Вот. И они вставали на вахту, на кухню, всех кормили там и так далее. Вот. В этот раз они побывали на, практически на всех послушаниях, какие только есть вот во время торжеств. То есть они и стояли на местах, где пропускали людей в монастырь. То есть рамки там были, охрана была, то есть проверяли людей, потому что массовое такое мероприятие. Вот. Они стояли на камере хранения, они и в трапезной потрудились, готовили к хлебу, к раздаче пищи. Они дежурили в самом лагере, раздавали и собирали одеяло для паломников. То есть у всех масса впечатлений. И они так воодушевились, ребята, что уже все готовится ехать на следующий год. Вот. У нас был ответственный вот последние годы там человек, который группу все время туда возил, да. В этом году он отвечал за крестный ход, да, наш Саровский, который 31 числа идет в Дивеево, а первого возвращается. И в группе были новые люди. И, ну, они так загорелись, что они теперь хотят быть постоянными участниками этого мероприятия. Вообще в этом году, ну, в связи с тем, что все-таки пандемия немножко отступила, и послабления некоторые были, да, с точки зрения вот режима и массовых мероприятий. Много ли людей было в Дивеево вот на этих празднествах? Ну, много. Где-то полоточный лагерь, он был рассчитан на 3-4 тысячи. Ну, я думаю, что было не так много, как раньше, но все-таки больше, чем вот. В прошлые же годы все равно приезжали те, которые, ну, не могут не приехать, вот не могут они. А в этот раз побольше людей собралось. Я почему спрашиваю, да, вот про количество, потому что, мне кажется, наши монастыри, да, что Дивеевский женский монастырь, что Саровский мужской, ну, он как бы в этом плане более закрытый, да, в связи с нашим режимом. Это все-таки такое новый или даже, можно сказать, традиционный, но сейчас вдыхают новую жизнь, да, в эти территории, благодаря кластеру, опять же, паломническому. Традиционное место поклонения, и очень многие стремятся сюда приехать, причем постоянно приезжать, то есть каждый год. Ну, знаете, люди приезжают, и они чувствуют благодать, которая их касается. Святой, он, конечно, каждый день, святой наш батюшка Серафим, и к нему можно обращаться каждый день. Но, знаете, вот как вот по аналогии с человеческой жизнью, когда у вас день рождения, юбилей, там, или просто день рождения, приходят гости, и вы особенно радостные. И все говорят добрые слова, и как-то вот, знаете, общее ощущение такой вот любви, да, так и здесь тоже. Все, кто любит батюшка Серафима, хотят поздравить его с его днем праздника. И он тоже отдает, как бы, ответ на любовь. И люди это чувствуют, они как на крыльях летают, и, конечно же, когда наступает следующий год, они хотят вернуться в это место. Ну, есть еще кто-то из вот столь почитаемых святых в православной церкви, вот с вашей точки зрения? Ну, мне кажется, из таких самых близких нам по времени, наверное, он. Ну, наверное, еще... Не могу сказать, что Сергий Радонежский, хотя этот святой, вот он по уровню, они, наверное, где-то близки. Но Сергий Радонежский, его, наверное, больше именно в России почитают. А вот так, чтобы по всему миру, вот, наверное, только батюшка Серафима. Я, честно говоря, аналогов не знаю. Волонтеры сами, я так понимаю, хотят участвовать в этом мероприятии, помогать людям, да, там, приехать, провести время, там, прикоснуться к мощам. Даже увидеть это масштабное мероприятие, ведь, понимаете, это особое чувство охватывает, когда ты видишь вот соборную площадь, как море людей. То есть обычное время, ну, просто пространство, а вот когда идет праздник, вот этот, торжества, вот эта вся площадь заполнена людьми. И, конечно, и все люди в едином порыве. Это особое чувство. Существует какой-то специальный набор или это как-то внутренняя информация, которую вы рассылаете? Нет, нет, эта информация публикуется на ресурсах достаточно широко. Нижегородская епархия выставляет, что идет регистрация на участие. Причем не обязательно быть человеком православным, если ты просто хочешь прикоснуться к этому мероприятию, узнать для себя что-то новое, вполне можно зарегистрироваться. Просто там есть такие особые послушания, например, во время богослужения молодые люди, юноши помогают священникам. Естественно, на это возьмут только того, кто ходит в храм и знает вот эти все нюансы. А стоять в цепочке или дежурить на кухне или на проходной может любой человек, кто с уважением относится к нашей истории, к нашей русской православной церкви. И ему это интересно. Что же, поговорим про акцию «С мира по листочку». Я думаю, что нужно как минимум нашим зрителям сказать, что они еще могут принять в ней участие. Да, в ней можно принять участие. Вообще, хотелось сказать немножко из истории. Акция идет, мы сбились со счета, но, по-моему, все-таки 2008 года она началась. В свое время она проводилась только для первоклассников, будущих выпускников 46-го детского сада. То есть там был сад с таким продленным посещением, вот куда приводили деток из семьи в трудной жизненной ситуации. Именно этих выпускников собирали им портфель и их провожали в первый класс. А потом, где-то с 2011 года, акция вышла на масштаб города. Как раз был создан наш волонтерский центр, и мы начали собирать средства в торговых центрах, именно как бы приглашая к участию всех горожан. И люди очень хорошо откликнулись. Я помню, что даже люди целыми коллективами что-то закупали, привозили. Или вот в то время, ну как бы вот люди скинутся и привезут там, например, море тетрадей, там много ручек, там еще чего-то. Потом мы пришли к тому, что стали понимать, что оптовая закупка, она обойдется всем нам как бы очень, ну, намного дешевле. И стали делать просто сбор средств, закупать именно на оптовых рынках. Сейчас это вообще уже происходит по интернету. Вот, и тогда все, как говорится, увидели хороший результат этой акции, и горожане очень воодушевились. Вы понимаете, вот именно единодушный такой отклик был. И акция сохранилась с тех пор, то есть ей в будущем году будет 15 лет. Цель акции – это собрать портфель. Собрать портфель первокласснику, плюс набор канцелярских товаров и школьных принадлежностей для школьников до 11 класса. Вот, и, конечно же, в этот список попадают те семьи, у которых трудная жизненная ситуация. Мы всегда сотрудничали с управлением соцзащиты. Вот, многодетные семьи тоже, не все, конечно, подряд, а именно у кого доход не очень высокий. Вот, то есть управление соцзащиты беседует с каждым, кто обращается, вот, и включает в этот список. Именно по, ну, как сказать, по социальным показаниям. То есть распределением занимается управление соцзащиты? Управление соцзащиты, теплый дом, то есть они вместе кооперируются, и создается вот такой общий список. Ну, есть, конечно, часть семей, которые приходят к нам на гуманитарный склад Центра Милосердия, но мы их тоже просим обязательно позвонить в управление соцзащиты, чтобы их записали. То есть, чтобы зафиксировать каждого, и чтобы они не пропали. И вот эта закупка, она, конечно же, год от года дорожает. Средства собирать достаточно сложно. Почему? Потому что люди больше сейчас переходят на безналичные расчеты. Но вот мы, акция помощи Донбассу, проверили вот этот QR-код. Он показал себя, что он действует. Вот, и сейчас вот во время нашей этой акции мы трижды стояли в торговых центрах, собирали наличными средствами, но в то же время раздавали листочки, памятки, как сделать перечисление по QR-коду. И QR-код продолжает действовать. Ключевое слово «помощь к школе». Вот, если вы работник в НИЭФ, то 1 сентября – ключевое слово. Вот, и мы продолжаем сейчас собирать пожертвования. Потому что закупка уже произошла, но собрали мы пока меньше, чем вот у нас в нашем счете. То есть нам нужно добрать еще средства. Сколько не хватает? Не хватает порядка 40 тысяч, если вот на самое-самое необходимое. И, конечно же, хотелось еще приобрести для наших нуждающихся семей элементы школьной формы. Особенно, конечно, это касается спортивной обуви, там, спортивных костюмов. Вот, если у нас останутся средства собранных, то есть мы делаем такую закупку. И к нашим подопечным, которые к нам приходят на гуманитарный склад, мы будем это выдавать. Где можно найти реквизиты? Вот сейчас человек смотрит нашу передачу, да? Вот он захотел сделать пожертвование. На сайте православных Саров у нас до сих пор висит это объявление. Там есть инструкция, как сделать перечисление. Друзья, ссылка у вас на экране. Заходите или просто поиском ищите православный Саров. Можно сделать QR-код прямо на экран нашей с вами беседы. И люди пока будут смотреть, смогут сочетать его и сделать перечисление. Да, друзья, пожалуйста, QR-код на экране. С помощью приложения вашего банка вы можете прямо сейчас отсканировать этот QR-код с экрана и помочь волонтерскому центру собрать необходимую сумму. Я так понимаю, любые пожертвования принимаются? Любые, да. Только нужно указать ключевое слово – помощь к школе. Помощь к школе? Да. Иначе оно не пройдет? Ну, нам так будет легче. У нас в любом случае, конечно, там уже стоит слово «пожертвование», к нему мы дописываем помощь к школе. Мы просто по этому ключевому слову смотрим, кто откликнулся. У нас в НЕФовце пишут 1 сентября, у них распространена информация, да, а остальные горожане пишут «помощь к школе». Ну, то есть, таким образом вы просто сортируете платежи, которые попадают в нужные корзинки. Да, просто НЕФ очень хочет знать, как откликнуться в НЕФовцы. А, понятно. Они просили, да, себе отдельное ключевое слово. Вообще, как городообразующее предприятие в этой акции, вы мне говорили, что оно приняло активное участие. Да, у нас вот было совещание в начале месяца, мы собирались с традиционными партнерами этой акции, то есть у нас управление соцзащитой, теплый дом, молодежный центр, то есть представители департамента по делам молодежи и спорта, да. У нас очень активная поддержка вот этих структур, особенно молодежного центра. Вот, всегда эту акцию поддерживают очень активно. И во время пандемии тоже, и волонтеров выделяли, помогали организационно. Вот, и в этот раз директор молодежного центра предложила связаться со структурами нашего городообразующего предприятия. И к нам пригласили на следующее совещание, пригласили Ольгу Шадрину, это представитель фонда поддержки общественных инициатив. И я знаю, что она активист волонтерского движения корпоративного в НЕФе, насколько мне известно. Вот, и эту информацию про нашу акцию они активно распространили во ВНЕФ. Вот, и сейчас мы, конечно, очень надеемся на отклик работников нашего ядерного центра. Немножко поговорим про планы. Какие планы на осень, что из, может быть, на сентябрь-октябрь, учебный год начинается. Вот, сейчас у вас акция «С мира по листочку» подойдет к концу, так сказать, дети получат, да, свои наборы, пойдут в школу. Какие планы у волонтерского центра на, вот, ближайшие, может быть, до конца года? До конца года. Я так понимаю, Рождество у вас такая ключевая дата. Ну да, у нас как только заканчивается «С мира по листочку», наступает Рождество, да. Мы начинаем готовиться к Рождеству где-то с конца октября, с середины октября, вот так вот в это время. Ну, октябрь, это мы, надеемся, у нас заработают кружки, вот, для детей с особенностями здоровья. Вот, мы хотим, сейчас у нас уже есть два преподавателя кружков, и вот в сентябре будем делать наборы в группы, вот, и мы обращаемся, я обращаюсь, ищем еще преподавателей двух для кружковой работы. Какие специальности? Вот даже, я даже не могу сказать, как специальность. Вот, нужна рукодельница, которая смогла бы вместе с ребятами заниматься изделием из, как сказать, вторичных, вторсырье, можно сказать, да, вот, из как-то разных тканей, там, остатков одежды, что-то делать интересное. Вот, то есть у нас есть станок для того, чтобы плести коврики, еще там вот есть задумки, что можно делать, но нужен человек, которому это интересно. Вот именно вот увлекающийся рукоделием, именно с точки зрения шитья, вязания, вот чего-то такого. И очень мы ищем мастера, мужчину, который мог бы с ребятами, с мальчиками заниматься, я даже не знаю, как определить профиль этого кружка, вот, когда делают из ненужных вещей нужные вещи, но только уже не из тряпочек, а из чего-то твердого. То есть из старых светильников, какие-то оригинальные, да, светильники, из старых предметов сделать что-то интересное, дизайнерскую вещь, но при этом нужно обладать навыками обработки разных материалов, плюс знать электрику, узнать, как работать с инструментами, вот, ну, тут, говорю, будет многое зависеть от человека, в каком направлении двигаться. Ну, то есть делать красоту из ничего, скажем так, вот. Будет такая своеобразная мастерская для детей. Да, да, да. Мы хотим, чтобы это было такое место, куда можно прийти, вот, именно заниматься, что-то делать руками, там, вот, творить, вот, придумывать. Помещение есть, слава Богу, вот, и вот поэтому мы ищем сейчас преподавателей. Я так понимаю, что вот к Рождеству вы готовитесь, ну, не просто так, там тоже проходят определенные акции, когда они стартуют, и... Сбор средств обычно стартует в ноябре, вот, ноябрь, декабрь, и в декабре уже у нас прям идут репетиции для новичков поздравлений, вот, и мы уже заканчиваем формирование подарков. То есть декабрь вообще очень насыщенный. А куда вы езжаете, кому дарите это? Это мы поздравляем на дому ребят с инвалидностью, тех ребят, которые не могут приходить на общественные праздники. Вот. Потом часть подарков вручается на общественных праздниках. Ну, вот, не знаю, как покажет себя обстановка, да, эпидемиологическая. Вот мы уже собирались на праздники Рождества только на улице. То есть у нас было уличное шествие Христославов, куда мы приглашали наших детей, и там мы вручали им наш подарок. Вот. А раньше у нас были под крышей большие праздники, балы были рождественские. Вот. Посмотрим, как этот год нам позволит. Провести какой праздник. Да, что-то еще. А, у нас будет продолжать проект «Гостиная с припеком». Свою работу будет продолжать. Вот мы весь год прошлый трудились. Мы в прошлом году, даже позапрошлом, выиграли небольшой грант, малый грант, фонда православной инициативы. Вот. И у нас был проект «Гостиная с припеком». Это, как сказать, сопровождаемое обучение кулинарии молодежи с инвалидностью и особенностями здоровья. Вот. У нас он длился всего-то три месяца, но ребятам так все понравилось, что мы с ними занимались весь год. Вот. То есть до, фактически, последней встречи было где-то в июне. Вот. Потом мы взяли небольшой перерыв. И сейчас вот снова должны скоро начать, да, занятия снова. Вот. Хороший опыт нам понравился, и ребятам очень нравится. Начали готовить. Волонтерский центр, понятно, помощь детям, да, он вот ориентирован, да, вот те проекты, о которых мы говорим, они ориентированы в основном на детей, детей из сложных, которые в семьях, которые сложные ситуации. А взрослые могут получить помощь волонтерского центра? То есть в разные же ситуации. У нас, смотрите, волонтеры участвуют в разных направлениях. То есть помощь, например, детям с особенностями – это одно направление. Помощь малоимущим гражданам – это другое направление. Оно по-разному идет, вот, ну, как сказать. Вот, например, к первому сентября – это семья, у которой не так много средств, получает помощь. Да, в виде концтоваров. Но в течение всего времени, то есть без практически перерывов у нас работает коммунитарный склад, Центр милосердия. То есть любой человек в трудной жизненной ситуации, взрослый он, невзрослый, он может прийти, записаться и начать получать помощь. У нас очень многие семьи получают продуктовую помощь, вещевую помощь, предметами обихода, там, домашнего, постельное белье, там, посуда. Понимаете, очень такая вот помощь регулярная. У нас где-то порядка 30 семей получают продукты на нашем складе. Вот, еще порядка 60 семей в разных храмах города. То есть вот где людям ближе, они туда приходят. Вот старая часть в основном завязана на нас и на храм всех святых. Вот, а в новой части – это храм Иова Многострадального и немножко в царском храме на Менделеево. Вот, то есть мы распределены вот так, многодетные семьи и семьи, ну, в трудной жизненной ситуации. Помощь, я так понимаю, тоже этому складу оказывают жители нашего города? Да. Вот в основном продукты, которые мы раздаем, это то, что люди принесли в храм. Помянуть своих близких, поставили на канонный столик. Они должны понимать, что это все никуда не пропадает. Вот, оно идет именно на помощь нуждающимся. Часть идет в трапезную храма, а часть вот именно на помощь, большая часть на помощь нуждающимся. Вот, и, конечно же, у нас бывают периоды, когда нам не хватает этих продуктов, особенно вот сейчас такой вот летний период сложный. Вот, поэтому мы просим людей постоянно, что очень нужны продукты длительного хранения, то есть это крупы, масло, консервы. Мы очень просим всех приносить. Можно оставлять прямо, приносить записки за своих родных, и мы их передаем в храм. То есть деньги вы не платите в этом случае, как говорится, не даете пожертвований. Ваши пожертвования в этом случае – это вот те самые продукты, которые вы принесли. Анна Юрьевна, я вас благодарю, что пришли к нам. Пожелаю вам успехов в работе вашего волонтерского центра, в работе с помощью нашим многодетным семьям, детям. И я призываю вас, дорогие телезрители, помогать нашему волонтерскому центру, складу гуманитарному. Все контакты вы можете сейчас увидеть на экране. Найдите возможность присоединиться к акции «С миру по листочку» и, возможно, выбрать какой-то еще вид помощи, потому что помощь нужна всегда. Есть люди, которые в ней требуются. Можно, кстати, принести элементы школьной формы, обувь, потому что дети вырастают, и если некому передать, то можно принести к нам на гуманитарный склад, мы все раздадим. То есть не останется без дела, если у вас есть какие-то вещи, которые можно отдать людям, которые действительно нуждаются. Я думаю, что это надо сделать. Жанин, спасибо еще раз. Успехов в работе вашего центра. Друзья, на этом у нас все. Мы с вами прощаемся на неделю. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин